Добрый день, Инна, вот вы меня бойкотируете с моим пожеланием, чтобы вы все-таки пошли в следующий урок и посмотрели паттерн-дженерейтер. Давайте я вам его продемонстрирую, что там будет и почему это решение вашей проблемы и ваших вопросов. Потому что то, что я показала, там действительно бывают сложные рапорты, с которыми неудобно работать. И вот этот один из них. Вот смотрите, вот то, что вы сделали обтравочной маской. Отменяю. У нас же в рапорте получается 4 элемента. Вот эти, правильно? Вот они. Смотрите, если мы их просто так затягиваем в образцы, получается вот такая штука. Да, вот оно с краями, в общем-то неравномерно, не то, что нужно. Вот паттерн-дженерейтер, он позволяет со всем этим общаться. Как именно? Смотрите, берем нашу с вами залитую штучку, двойной клик. Все есть уроки, все это объяснено. Вот здесь есть очень удобная настройка, позволяющая регулировать рапорт внутри. Так вот его вниз. Оп. Так вот в сторону. Оп. И оно все прекрасно сошлось. Сохранить копию. Ой, так сейчас, секундочку. Подправлю обратно. То есть тут подогнали, как вам нужно, чтобы не бегать, не прыгать, то, как я показывала, потому что это было до версии CS6. И там как бы не было паттерн-дженерейтера. Потом он появился, и как бы зачем изобретать велосипед, если уже все придумано. Сохранить копию. Готово. Вот и вся, в общем-то, петрушка, которая требуется. Вот смотрите, исходник. Так, а где исходник-то у меня? Сейчас. Вот исходник. Вот то, что я равномерно распределила. Все нормально, ровно. И там играйте сколько хотите. Там приближайте, удаляйте, чтобы они правильно пересекались и все остальное было. Делается быстро, просто. Не нужно изобретать велосипед там, где это не требуется. За вас уже подумали, уже придумали нужный инструмент. И я вам уже про него даже рассказываю. Просто придите к следующему уроку. Вот сделайте это более простым методом. Ну, не обязательно биться головой об стенку, чтобы получить нужный результат. Есть способы, упрощающие это движение. Вот это один из них. На простые собирается так, как вам нравится. И, в принципе, я через паттерн-дженерейтер практически все делаю. Я просто закидываю, потом редактирую, как мне нужно. Притом, там есть еще возможности рапортов, когда вы здесь выбираете. Они же могут у вас быть по сетке, шестиугольником. Просто в данном случае вам это не нужно. Вам нужна обычная сетка и просто подвинуть. Можно там по-разному сыграться, в виде сот собрать и так далее. Поэтому посмотрите урок. Будет вам счастье.